Когда вы запускаете какую-то программу в текстовом интерфейсе, как правило, вы видите вывод этой команды, будь что нужная информация или какие-то ошибки. Но всякие демоны запускаются с сервисным менеджером и работают на фоне, из-за чего их вывод не виден пользователю. Как я говорил, настройка и обеспечение работы демонов – одна из главных задач администратора. А значит, очень важно видеть, какие ошибки выдает программа, да и информационные сообщения также важны. Скажем, количество просмотров на YouTube – это тоже сообщения, которые генерируют демоны. И весь этот вывод, будь что ошибки или полезная информация, называются логами. У большинства демонов есть свои настройки логов, и они в некотором роде уникальны. Возьмем для примера веб-сервер. Это программа, которая отвечает за работу сайтов. И на одном веб-сервере можно держать несколько сайтов. Так вот, настройка для этого демона позволяет хранить информацию о подключениях на разные сайты в разных файлах. Но это относится к веб-серверу. У других сервисов могут быть свои особенности. Поэтому, если вам важны логи определенного сервиса, нужно искать информацию именно про этот сервис. А логи большинства программ вы даже не просмотрите. Они не так важны и нужны довольно редко. Допустим, когда возникла проблема. Итак, программы посылают свои логи в std-out, std-error и в какие-то файлы, указанные в настройках самих программ. Кроме этого, для логов существует стандарт отправки сообщений о событиях, называемый syslog. Операционная система дает возможность программам посылать свои логи с помощью функции syslog в специальный файл devlog. Обратите внимание на первый символ s. Мы с вами разбирали некоторые типы файлов. Это еще один тип файла, называемый сокетом. Сокеты используются для взаимодействия между процессами. Таким образом, когда какая-то программа отправляет логи в devlog, они передаются демону, стоящему за этим файлом. Этот сокет-файл devlog принадлежит процессу демона journal-d. Journal-d это программа, отвечающая за логи. Кроме syslog сообщений, journal-d также перехватывает std-out и std-error сервисов, которые запущены в systemd. До journal-d основным демоном для syslog был rsyslog. Собственно, он стоял за devlog и собирал все логи. А дальше, на основе своих настроек, решал, что делать с этими логами. Писать файлы, выводить на экран, посылать по почте и все такое. На самом деле, rsyslog и сейчас работает вместе с journal-d. Только теперь логи собирают journal-d, а потом делятся ими с rsyslog. Причем, где-то может быть и наоборот. Логи получают syslog, а потом отправляют на journal-d. А где-то может и не быть rsyslog или journal-d. Это зависит от дистрибутива. Но зачем два демона, отвечающих за логи? Все дело в подходе к хранению логов. rsyslog при получении логов смотрит параметры лога и на основе этого записывает их в различные файлы в директории varlog. К примеру, почти все логи от rsyslog записываются в файл varlog messages. То есть это просто текстовые файлы, которые можно прочесть и обработать с помощью различных утилит и скриптов. С одной стороны это плюс. С текстовыми файлами работать проще. Но обычно логов много и попытка найти что-то конкретное в большом текстовом файле может оказаться непростой задачей. А когда речь идет о большом количестве данных, обычно их записывают в базы данных. Там они хранятся в структурированном виде. И найти что-то определенное становится гораздо проще. Такой подход предлагает Journal-D. При этом получается более гибко работать с логами. Но логи перестают быть текстовыми и появляется зависимость от определенной утилиты, которая и работает с логами. И если на домашнем компьютере это не так критично, то в компаниях могут быть ситуации, когда какие-то задачи связаны на скриптах, которые ориентируются на текстовые логи. И просто отказаться от текстовых логов будет слишком болезненно. Еще важный момент. В компаниях зачастую стоят централизованные syslog сервера, на которые посылаются логи со всех серверов и различного оборудования. И для посылки логов syslog на централизованный сервер по сети нужен демон, который это поддерживает. У Journal-D с этим неопределенность. Вроде они что-то разрабатывали для этого, можно даже скачать и скомпилировать, но какого-то функционала нет, как и упоминаний в официальной документации от RedHat. А syslog это поддерживает, что является еще одной причиной не отказываться от него. Хотя справедливости ради, Journal-D может посылать логи на другой сервер Journal-D, что также можно использовать для центрального хранения логов, но только от линуксов с Journal-D. Поэтому и используют оба демона. Один может отправлять по сети и записывать в текстовые файлы, а второй более удобный и гибкий. Начнем с syslog. Его основной файл настроек syslog.conf. Поначалу мы видим использование двух модулей im.ux.soc и im.journal, в которых можно настроить, будет ли syslog создавать сокет файл, куда будут посылаться логи из программ или перенаправляться с Journal-D, либо будет ли сам rsyslog подтягивать файлы из журналов Journal-D. Снизу у нас правило, какие логи в какие файлы записывать. О чем здесь речь? У стандарта syslog есть объекты логирования. Что-то вроде меток, по которым можно ориентироваться в логах. Например, kern. По нему можно понять, что логи относятся к ядру. Либо mail. Логи, связанные с почтой. Также есть 8 объектов. От local 0 до local 7. Это кастомные, которые можно использовать в своих целях. Например, для своих скриптов или программ, которые не подходят под перечисленные. Кроме объектов есть уровни серьезности. По ним можно понимать, насколько важные сообщения в логе, что позволяет отсортировать обычные сообщения от ошибок, всяких проблем и сбоев. Теперь, взглянув на rsyslog.conf, можно понять и даже самим написать правила. Например, ausprif.звездочка. Ausprif – это логи, связанные с безопасностью и аутентификацией. Звездочка – это логи любого уровня серьезности. Эти логи будут записываться в varlog.secure. Или, например, первая строчка . Логи любых объектов уровня серьезности инфа, кроме тех, что связаны с почтой, аутентификацией или планировщиком задач крон, будут записываться в varlog.messages. Обратите внимание на дефис перед varlog.mail.log. Он говорит о том, чтобы не записывать на диск изменения при каждом новом логе. Обычно, когда вы изменяете какой-то файл, изменения на файловой системе происходят в оперативке, а потом синхронизируются с диском. А так как жесткий диск работает медленнее, чем оперативка, то убеждаться в сохранении каждого лога того же почтового демона будет создавать проблему с очередью, так называемый bottleneck. Для этого и нужен дефис перед файлом. Так, новые логи будут копиться какое-то время в оперативке, прежде чем разом записаться на диск. Кстати, процесс синхронизации изменений в оперативке с диском можно запустить и вручную, с помощью команды sync. Это касается не только логов, но и любых изменений. Еще одна примечательная запись — звездочка .emage. Как видите, здесь указан нефайл. Вместо него — модуль rcslog, который будет выводить сообщение за логиненным пользователем в виртуальную консоль. Тут много различных опций и возможностей, все зависит от ваших задач. Не забудьте, после изменения настроек следует рестартнуть сервис rcslog. Теперь перейдем к демону journald. Тут довольно много опций, и все разбирать смысла нет, но при желании можно найти информацию о каждом параметре с помощью manjournald.conf. Но какие-то ключи мы все же разберем. Например, storage. Если значение авто, то journald проверяет наличие директории var.log.journal. Если она есть, то хранит там логи. Если же директории нет, то логи хранятся в оперативке. Соответственно, при перезагрузке все логи стираются. Если мы хотим, чтобы логи сохранялись, достаточно просто создать директорию. Еще одна примечательная опция — split mode. При значении ued для каждого обычного пользователя создается отдельная база с его логами, и автоматом выдается нужные права, чтобы пользователь мог просматривать свои логи. Также здесь есть настройки того, сколько хранить логи, сколько разрешено логом занимать пространство файловой системы и тому подобное. Например, systemmaxuse дает ограничение на используемое логами пространство. По умолчанию это 10% от файловой системы, а если файловая система большая, то не более 4 гигабайт. Когда файл логов достигнет максимального значения, старые логи будут удаляться автоматически. Systemmaxfilesize позволяет по достижению какого-то объема выносить старые логи в другую базу, которую вы можете потом перенести куда-нибудь в архивные логи. maxretentionsec — сколько времени хранить логи. Скажем, размер логов не достиг максимального значения, но при этом вам не нужны логи старее месяца. Опять же, в конфиге много различных опций, зачастую названия говорят за себя, а если что-то непонятно — смотрите в мане. Ну и после каких-либо изменений — systemstil restart systemdjournald. Раз уж мы заговорили о размерах файлов и их времени хранения, как с этим обстоят дела у rcslog. Как правило, для rcslog этим занимается программа logRotate. То есть rcslog пишет логи, а logRotate удаляет старые логи, следит за размером и всё такое. Собственно, это и называется ротация логов. У logRotate есть основной файл настроек — logrotate.conf. Здесь обычно хранятся значения по умолчанию. Например, weekly. По умолчанию logRotate будет ротировать логи раз в неделю. Rotate — 4. Ротации будет 4. Для примера посмотрим содержимое varLog. Например, varLogSecure. Log недельной давности logRotate приименовал в другое название и вместо него оставил чистый secure. И так он делает 4 раза каждую неделю. Когда старых логов уже будет 4 и понадобится опять ротировать, он удалит самый старый лог, чтобы у нас старых логов было на месяц. Собственно, Rotate 4 об этом и говорит. А опция Date Ext, как вы видите, добавляет к старым логам дату их ротации. Но выше были лишь дефолтные настройки, а к каким логам они применяются и кастомные настройки этих лог-файлов указываются в директории etc.logRotate.d. Для примера посмотрим syslog. И здесь мы видим, что для такого-то списка файлов применяются такие-то опции. В фигурных скобках мы можем поменять дефолтные настройки на свои. Например, выставить количество ротаций, периодичность и тому подобное. Тут также можно задать какие-то скрипты, которые будут выполняться перед или после ротации, так как некоторые сервисы могут этого требовать, чтобы увидеть новый файл. Теперь касательно просмотра логов. Для этого используется утилита journal.ktl. Обычный пользователь может смотреть только свои логи. Для системных логов понадобится sudo. Впрочем, можно настроить права на файлы логов, чтобы пользователи какой-то группы, например, systemd.journal, могли просматривать все логи. Просто запуск journal.ktl выведет вам огромное количество логов, что редко нужно. Чаще всего важнее посмотреть логи за последнее время. journal.ktl-e Итак, что мы видим обычно в логах? В первом столбце – дата и время лога. Во втором – имя компьютера. В третьем – программа, которая отправила этот лог. А также ее процесс ID. Ну а дальше – само сообщение лога. Еще чаще нужно смотреть логи по какому-то сервису. Причем не все логи, а только последние. Здесь под u имеется в виду unit systemd. Чтобы посмотреть логи в реальном времени, по мере их добавления, следует использовать ключ f. Опять же, комбинируем с каким-нибудь юнитом для удобства. Можно посмотреть логи запуска операционной системы – ключ b. Также можно гибко выбрать временной промежуток, настроить формат вывода, уровень серьезности и т.п. Но разбирать или учить все ключи нет необходимости, так как всегда можно посмотреть документацию и найти нужное для конкретной задачи. Ну и напоследок, есть утилита logger, которая позволяет вам отправлять логи в syslog, что можно использовать, например, в скриптах или для тестирования работы syslog сервера. Подводя итоги, мы с вами разобрали логирование в Linux, поговорили про работу демонов syslog и journald, про ротацию логов с помощью настроек journald и утилита logrotate, затронули утилиту sync, а также рассмотрели утилиту journalktl. Умение работать с логами очень важно для администратора – это основа его работы. Продолжение следует...